В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Как заработать на переписи Нижегород-стат, ищет контролёров и переписчиков. 15 ноября день памяти жертв ДТП. Волшебные блины, пудинги и тифтели в библиотеке Маяковского подвели итоги акции «Вкусно, как в сказке». Далее расскажем обо всём подробно. Новогодние праздники отменяются. Глеб Никитин пошёл по стопам столичного мэра и объявил, что в новогоднюю ночь рестораны области будут закрыты. В полночь открыть в ресторане бутылку шампанского будет невозможно, заявил он в эфире телеканала «Россия-24». По словам главы региона, в ночь с 31 декабря на 1 января также не планируют проводить массовые мероприятия. При этом губернатор отметил, что речи о комендантском часе и закрытии улиц от пешеходов не идёт. Клиническая больница номер 50 выпустила памятку для больных коронавирусом. Если у вас диагностирован COVID-19, о положительном анализе вас оповестит сотрудник поликлиники. Он же решит, насколько срочно пациенту нужен осмотр ковидной бригады. При появлении ощущения нехватки воздуха или затруднённого дыхания на фоне сохраняющейся температуры свыше 38 градусов, ощущений сдавленности или заложенности в грудной клетке, нужно обратиться в колл-центр поликлиники, к которой вы прикреплены. Обязательно уточните, что у вас подтверждён COVID-19. В первую поликлинику звонить по телефону 95511, во вторую 95252. Также можно отправить заявку на электронный адрес 95511 собакасар.ру, либо 95252 собакасар.ру. Укажите полностью вашу фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона и кратко опишите причину, по которой вы вызываете врача на дом. Всё это нужно сделать до 13 часов. После этого времени вызывайте скорую. При отсутствии симптомов продолжайте лечение на дому согласно рекомендациям врача. Контрольный забор мазков у больных COVID-19 производят не ранее 14 дня от первого положительного анализа. При сохраняющихся симптомах забор не назначают. В случае отрицательного теста повторно анализы берут не ранее, чем через сутки после получения результата. При получении двух отрицательных результатов и отсутствии симптомов заболевания пациента считают выздоровевшим. Листок нетрудоспособности откроют и закроют автоматически без посещения врача. Забрать больничный после выписки можно в поликлинике по месту прикрепления. В апреле следующего года стартует всероссийская перепись населения. Ее рассчитывали провести этой осенью, но пандемия внесла свои коррективы. Тем не менее, уже сейчас Нижегородстат начал готовиться к масштабному мероприятию и объявил набор контролеров и переписчиков. Как получить работу, расскажем в следующем репортаже. Всероссийскую перепись населения из-за пандемии перенесли с октября на апрель 2021 года. Но Саровское отделение Нижегородстата уже готовится к этому масштабному событию. Город поделили на переписные, счетные и стационарные участки. Сейчас для проведения переписи набирают сотрудников по двум вакансиям – контролер и переписчик. Подать заявку на работу может любой совершеннолетний саровчанин, у которого нет судимостей. Контролером может работать любой, конечно, человек, но желательно, чтобы он не имел основной работы. Потому что занятость у него может быть в течение дня рабочего. А переписчиком может быть любой человек, который даже занят на основной работе. Потому что переписывать он будет в основном людей, которые находятся дома. А дома человек будет после работы. То есть он будет переписывать в основном после работы, в выходные дни, в праздничные. Контролеры будут работать два месяца – с 15 марта по 11 мая. Их задача – курировать переписчиков и участки, за которыми они закреплены. Переписчики трудятся 30 дней – с 1 по 30 апреля. Каждый должен опросить около 550 жителей своего участка. Переписчик будет обходить квартиры, либо переписывать людей в квартирах, либо, если они переписались на портале госуслуг, то он, значит, от них получит купон о переписи и внесет потом информацию в планшет. Переписываться будут люди, то есть переписчик будет работать с планшетом, никаких бумажных у него носителей не будет, только электронные. Заработная плата переписчика – примерно 18 тысяч, контролера – 20 тысяч рублей. Заявку на работу уже подали около 200 человек. Остается свободными еще 50 вакансий. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Для нижегородских гостиниц снизят ставку налога на имущество. Такой законопроект внес в Заксобрание региона губернатор Глеб Никитин. Пониженная ставка составит 1% для гостиниц, расположенных в собственных зданиях или помещениях налогоплательщика. При согласовании депутатов действия льготы распространят и на 2021 год. По поручению главы региона, нижегородское правительство разрабатывает и другие меры поддержки бизнеса. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Центр культурного развития начнут возводить в Сарове в следующем году. Он расположится на улице Озерной. Компания «Архитектурная идея» из Нижнего Новгорода завершила его проектирование, сообщает сайт городской администрации. Стоимость строительства превысит 200 миллионов рублей. Эти деньги городской бюджет получат в рамках кластера «Арзамас» Дивейва-Саров. Онлайн-урок, посвященный науке, открытиям, изобретениям и технологиям, состоится 16 ноября в 11 часов. Инженеры, врачи-кибернетики, урбанисты, специалисты по технологиям искусственного интеллекта расскажут о том, как современное открытие помогает решать глобальные проблемы во многих сферах жизни. Онлайн-трансляция пройдет на сайте открытыеуроки.рф и в соцсетях Минпросвещения России. Правительство России одобрило законопроект о возврате инструкторам и тренерам статуса педагогов. Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями. Внести такие поправки в законодательство президент поручил по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. День памяти жертв ДТП На фоне этого я призываю всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим в условиях начавшейся осени и приближающейся зимы, когда дорожные условия очень и очень сложные. Выбирать скорость движения, исходя из состояния трассы, средств, состояния шир, состояния проезжей части, видимости дороги в направлении движения. И уже принимать решение, выбрать скорость движения. Тише едешь, дальше будешь, как говорится в народной русской пословице. Ну а пешеходам я все-таки, обращаясь к пешеходам, призываю их в темное время суток носить на верхней одежде световозвращающие элементы, для того, чтобы водители вовремя увидели опасность, среагировали на нее и остановились, для того, чтобы избежать наезда на пешеходах. С соблюдением всех требований безопасности Дворец детского творчества продолжает работу, скорректировав ее под новые условия. Часть секций ушли в онлайн-формат, некоторые ведут очно-заочные занятия, а есть и те кружки, которые продолжают принимать воспитанников оффлайн. Подробности в следующем репортаже. В коридорах Дворца детского творчества непривычно пусто. Нет, его не закрыли. Это мы пришли пораньше, чтобы не отвлекать ребят и их наставников от занятий, которые вот-вот начнутся. С 9 ноября, сразу после осенних каникул, ДДТ снова открыл свои двери. Без изменений, конечно, не обошлось. Но они не столь драматичны, как, например, в той же Москве, где мэр Собянин объявил в учреждениях дополнительного образования полный локдаун до конца месяца. Часть объединения Дворца, у нас их в этом году 47, перешли на формат 50 на 50. Это значит, часть занятий очно проходит здесь у нас во Дворце. Часть занятий проходит дистанционно на платформе социальной сети ВКонтакте. У каждого объединения есть своя группа, где педагоги выкладывают материалы, задания для ребят. Полностью на удаленку перешли только два объединения. Студия раннего развития детей «Солнышко» и «Шахматы». При этом некоторые секции работают, как ни в чем не бывало. Авиа, судомоделирование, студия танцев, декоративно-прикладное творчество. Везде, где образовательный процесс требует личного присутствия ребят, Дворец совместно с педагогами принял решение продолжить занятие в очном формате. Но с соблюдением всех санитарных норм и требований. Как и везде, мы принимаем взрослых при наличии защитной маски, то есть обязательно. Все дети входящие, все взрослые входящие в учреждения проходят термометрию. И только при наличии нормальной температуры проходят дальше во дворец. Каждый кабинет учебный оборудован у нас либо специальными лампами, которые обеззараживают воздух, либо рециркуляторами. То есть, еще раз говорю, в настоящий момент безопасность – это самое главное. Если воспитанник заболеет или окажется в числе контактных, группу, где он занимался, переведут на дистант. Взять паузу и не водить ребенка на занятия могут и сами родители, которые считают очную форму обучения слишком рискованной в нынешних реалиях. Никаких санкций со стороны дворца за этим не последует. Другой вопрос – как это воспримут сами ребята? Дети настолько соскучились, вот столько месяцев весной и лета мы не виделись. И здесь осенние каникулы такие длинные. Конечно, дети с удовольствием идут и используют возможность именно очных занятий с педагогами дворца. Дворец детского творчества будет работать по смешанной формуле обучения до 30 ноября. Дальше все будет зависеть от Министерства образования Нижегородской области, которое, хотелось бы верить, не станет бездомно дублировать решение столичного градоначальника. Константин Перевозчиков, Евгения Шипцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Вкусно, как в сказке. Сотрудники библиотеки Маяковского придумали для своих читателей непростое задание. Рассказать в формате видеоролика или небольшого эссе о рецептах из любимых книг. Саровчане готовили пудинг из «Алиса в стране чудес» Тевтели из истории про Карлсона, пряничный домик «Братьев Гримм» и много других сказочных блюд. А сейчас нам надо добавить две столовые ложки крахмала в стакан молока. Подруги Лена Родионова и Настя Мишаева готовят пудинг. Вот только это блюдо не простое, а волшебное. Его подавали к столу червоной королевы в Зазеркалье. О нем девочки прочли в знаменитой сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». За три месяца библиотека имени Маяковского получила больше 20 сказочных рецептов юных саровчан. Мы решили подготовить такую семейную литературно-кулинарную акцию, в которой нет победителей и проигравших, в которых все получили бы что-нибудь на память. Нам очень хотелось поощрить, поблагодарить наших участников, поэтому все они могут получить призы. Акция проходила с 3 августа по 31 октября. Как оказалось, ребята знают много литературных произведений. Это помогло им оригинально преподнести традиционные рецепты. Например, участники готовили хлеб и печенье по мотивам одноименных рассказов Константина Паустовского и Валентины Асеевой. Рецепты были яркие, необычные. Вот, например, из русских народных сказок это были необычные плюшки, булочки. Очень много было представлено блинов, пирогов, но рецепты были уникальными, семейными. Что-то даже из старых традиций семейных. Авторы рецептов получили сертификаты. Также участников ждут памятные сувениры. Забрать их можно с 9 по 30 ноября в рабочие часы библиотеки. Анна Пилипец, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Не просто одежда, а гарантия безопасности и комфорта на работе. Компания «Востоксервис», крупнейший в России и Европе производитель спецодежды и спецобуви, открыла в Сарове свой фирменный магазин. Подробности далее. Безопасные и комфортные условия труда для работников любого предприятия. Вот уже почти 30 лет компания «Востоксервис» следует этой миссии. Это крупнейший в России и Европе разработчик-производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Среди клиентов – десятки градообразующих предприятий, заводы, фабрики, больницы, а также представители среднего и малого бизнеса. Розничный магазин «Сети Востоксервис» теперь работает и в Сарове. Человек может прийти, посмотреть, познакомиться с образцами. И поскольку мы производители, мы готовы закрывать любые потребности любого нашего партнера. Также магазин рассчитан и на розничного клиента, на малый бизнес, на микропредприятия. Собственная производственная база позволяет изготовить любую партию спецодежды, спецобуви или средств индивидуальной защиты в кратчайшие сроки – от одной единицы до тысяч экземпляров. А разработчики компании помогут создать брендовую линейку в фирменных цветах предприятия с нанесением логотипа. Мы стараемся охватить все сферы производственных процессов от медицины и уборки до условий фактически Крайнего Севера. На всю продукцию есть сертификаты соответствия и все необходимые заключения. Перед массовым выпуском образцы проходят через тестирование, что гарантирует стопроцентную надежность одежды и обуви, а также высокий уровень ее защитных свойств. Приглашаем наших клиентов на тестирование на фабрики на наши. Можем проводить выездные показательные тестирования именно с ключевым сегментом одежды, который выбирает сам заказчик. Всегда идем навстречу, даже вплоть до тестовой эксплуатации тех или иных образцов. Всю продукцию компании «Востоксервис» можно также заказать на сайте «Восток.ру». Регулярно в магазине проходят акции и действуют скидки для постоянных покупателей. Также всегда в наличии одежда для активного отдыха, сигнальные жилеты, средства индивидуальной защиты, полнолицевые маски, полумаски, респираторы, перчатки. «Востоксервис» Ленина, 34, телефон 47200, сайт «Восток.ру». И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова